хочу предложить вашему вниманию очень интересный и познавательный канал под названием наше все сам смотрю его с огромным удовольствием этот канал активно развивается и имеет огромный потенциал посмотрев их видео вы точно не останетесь равнодушны и обязательно узнаете что-то новое например знаете ли вы что в 21 веке фантастика стала реальностью про то что дом можно напечатать на 3d принтере возможно вы уже и слышали а вот знаете ли вы что на 3d принтере можно напечатать еду или о том что техникой можно управлять силой мысли а сколько стоит заморозить свое тело и я сейчас перечислил только некоторые темы о которых рассказывается на канале наше все переходите по первой ссылке в описании и смотрите сами и не забывайте подписаться на канал наше все а в комментариях обязательно напишите что пришли по моей рекомендации и передавайте авторам огромный привет здравствуйте дорогие друзья в комментариях под фильмами про храмовые постройки вы часто пишите что мол чего я вам постоянно показываю какие-то церкви 19 века неужели показать больше нечего на это я отвечу что в нашем деле мелочей не бывает и даже здания построены якобы в 19 веке могут многое рассказать тем более что официальная дата постройки зачастую далека от реальности тут нужно понимать что указанная в официальной информации дата постройки еще вовсе не означает что здание именно тогда было построено на самом деле для датировки здания нужно учитывать комплекс данных причем не валить их в кучу а именно учитывать чтобы они не противоречили друг другу например очень часто возникает такая ситуация что по официальным данным дата постройки того или иного здания приходится на конец 19 начала 20 века размер кирпича из которого построено это здание по тем же официальным данным применяли только в 17 веке то есть налицо противоречия между собой различных официальных данных или другой пример здание официально построено в 1898 году но у него есть окна в земле то есть когда она успела утонуть в так называемом культурном слое также в комментариях вы постоянно пишите что нужно было раскопать шурф у стены а то и полностью выкопать нижний этаж чтобы посмотреть что там внизу и вот мы нашли церковь где не нужно копать а что там внизу и так прекрасно видно фильме окна в земле инструкция к применению как раз был использован сюжет именно с этой церкви помимо окон земле здесь еще много интересных и важных моментов но не будем забегать вперед давайте обо всем по порядку церковь о которой пойдет речь сегодня расположена в рязанской области и стоит она как ни странно одна посреди поля мы уже много раз обращали ваше внимание на такие моменты и вы наверняка знаете другие примеры одиноко стоящих в полях церквей о том почему по нашему мнению так произошло и столько церквей оказались одни посреди поля мы уже рассказывали в фильме про храм на богоявленском погосте наш сегодняшний объект исследований не такой роскошный но пройти мимо мы просто не могли как всегда начнем с официальной информации а затем сравним с тем что есть на самом деле в реальности краткую официальную историческую справку читаем в труде иоанна васильевича добролюбова который называется историка статистическое описание церквей и монастырей рязанской епархии за 1884 год том 1 страница 338 цитата в 12 верстах от уездного города время основания церкви неизвестно построенная в 1794 году богословская церковь сгорела 20 июля 1837 года существующий ныне деревянной богословской церкви пределы никольский и метрофановский освещены в 1842 году а настоящая в 1844 году в трех верстах от села хавертово по направлению к новорождественскому находится при слиянии рек жраки и лубянки городище имеющие в длину 300 а в ширину 200 сажень оно с запада и юга окружено оврагами а с востока и севера рвами и насыпями имеет три входа лет двадцать тому назад найдены были в том городище ручные жернова и обгорелые зерна пшеницы преданий каких-либо связанных с этим городищем у местных жителей никаких не сохранилось конец цитаты повторюсь друзья это информация из книги 1884 года я не стал зачитывать данных о количестве земли приписанных церкви и отчисленности населения в деревнях прихода зачитал только самое главное но официальные данные не ограничиваются только лишь книга и добролюбова по другим официальным данным пять лет в селе не было своей церкви и сельчане собирали деньги на строительство нового храма уже в 1842 году была выстроена и освещена деревянная церковь с пределами никольским и метрофановским но новое здание церкви простояла только два года и видимо было разобрано по неизвестным причинам точных данных на этот счет нет возможно это была временная церковь выстроенная для прихожан на время строительства каменного храма каменное здание храма было выстроено в 1844 году кто его строит и на чьи средства история умалчивает церковь перестраивалась в 1898 году в духе образцовых проектов русско-византийского стиля храмовая часть завершалась пятью главами в центре крупная глава на световом кирпичном цилиндрическом барабане угловые главы меньше по размеру на восьмигранных деревянных декоративных барабанчиках одна небольшая главка была устроена над трапезной село имело свое правление школу богадельню кабак 2 шерстобитки рушалку кузницу кирпичный завод числившийся за церковью чайную лавку 855 плодовых деревьев 33 колоды пчел и 29 колодцев с хорошей водой название села ныне приглушенная хавертова еще в 19 веке было довольно звонким и именовалась не иначе как гавердова конец краткой официальной исторической справки друзья первым делом хочу обратить ваше внимание что на сайте собора ру указан год постройки 1898 в то время как в только что упомянуты нами книги историка статистическое описание церквей и монастырей рязанской епархии говорится что вновь построенная каменная церковь в 1844 году уже была освещена таким образом мы имеем документально подтвержденный факт когда переделку назначили даты постройки и раз уж в 1898 году не строили а перестраивали то где гарантия что в 1844 году это не было такой же перестройкой или вообще капитальным ремонтом а теперь давайте рассмотрим все на месте своими глазами настоящее время из пяти глав осталась только одна которая расположена на кирпичном световом барабане главы выполнены в виде деревянных настроек не сохранились и при текущей реставрации их даже не стали повторять с квадрокоптера хорошо видно что металлическая крыша здесь чужеродный элемент по крайней мере четко видно что изначально было спланировано иначе но что здесь хочу обратить ваше внимание друзья если не знать что по канону колокольня и трапезная всегда должны находиться западной стороны то угадали где тут алтарь вообще невозможно все стороны у храма одинаковые а теперь давайте спустимся на землю и пройдемся ногами осмотр начнем с фундамента точнее с его отсутствия понятное дело что где-то под стеной фундамент конечно же есть но те каменные блоки что мы здесь видим понизу стен фундаментом не являются на этих кадрах отчетливо видно что каменные блоки это просто облицовка стены по типу плитки в ванной сейчас не буду утверждать что именно эту облицовку сделали в более поздний период например при ремонте в 1898 году что кстати очень даже вероятно сейчас для нас важно то что это не фундамент и не гидроизоляция ведь как говорят официальные историки в прошлом роль гидроизоляции выполнял камень но суть гидроизоляции в том чтобы отсечь капиллярный подсос влаги из грунта а для этого каменные блоки должны быть на всю ширину стены то есть от внешнего края стены до внутреннего без разрыва и потом известняк в качестве гидроизоляции не самое лучшее решение ибо он также как кирпич впитывает воду и она в нем также как и в кирпиче замерзает и известняк также как и кирпич крошится камень в качестве гидроизоляции конечно можно использовать но не любой например гранит подойдет а вот мрамор и уж тем более известняк точно не годятся все тонкости при изучении фундаментов мы рассказываем во все том же фильме окна в земле инструкция к применению если вы его не смотрели то прежде чем писать гневные комментарии посмотрите его полностью не перематывая друзья вы обратили внимание на отверстие по периметру стен снаружи когда в прошлых фильмах мы показывали эти отверстия то были предположения что это технологические отверстия якобы за которой крепились строительные леса на время постройки храма здесь четко видно что в отверстие было вставлено большое бревно а затем отверстие с бревном было замуровано современная высота над уровнем грунта около двух метров даже немного ниже что характерно поверху нет таких отверстий получается что строительные леса нужно было крепить только снизу или выше строительные леса вообще не поднимались наше мнение что к строительным лесам эти отверстий не имеют вообще никакого отношения это было что-то наподобие такого вот навеса только сразу вокруг здания новодельное бетонное крыльцо с северной стороны и печная труба в окошко понятно значит изначально отопление предусмотрено не было но ни в одном официальном источнике не говорится о том что храм был холодный благодаря крыльцу мы можем легко узнать высоту так называемого цоколя учитывая что по стандартам средняя высота ступеньки 15 20 сантиметров а здесь 8 ступенек плюс еще уровень грунта то считая среднюю высоту ступеньки в 17 сантиметров получаем высоту крыльца 153 сантиметра то есть полтора метра значит высота цоколя такая же при этом буквально в паре метров от этого крыльца мы имеем те самые окна в земле точнее окно и дверь это конечно же так специально построили обязательно напишите в комментариях что нет ничего необычного если в цокольный этаж нужно спускаться она обычно подниматься и обязательно добавьте что так и сейчас строят и потом засыпают когда цокольный этаж стал не нужен напишите обязательно даже интересно сколько людей так считает нет на самом деле ну неужели кто-то всерьез думает что она сама так получилось конечно сама ничего не происходит это мужики в грязных лаптях приходили в церковь отрихали ноги а возле церкви убирать было некому вот и заросло все культурным слоем аж под самый верх двери что там ползком не протиснуться для полноты картины еще можно сказать что это лошади виноваты или река разливалась и затопило как я уже говорил ранее про окна в земле на нашем канале вышел отдельный фильм и в нем мы разбираемся во всех перипетиях этого вопроса а мы возвращаемся к нашей церкви внутри колокольни хочу обратить ваше внимание на отверстие для закладных межэтажных перекрытий смотрите на какой они высоте от современного пола кстати залитого бетоном внутри здания можем наблюдать как кирпичная стена уходит вниз друзья как я уже говорил ранее многие писали в комментариях что нужно откапывать возле стены смотреть на какой глубине находится гидроизоляция чтобы вас не утомлять объяснениями скажу кратко что мы не с пустого места так уверенно говорим про гидроизоляцию конечно же мы откапывали и не раз где-то сами где-то присутствовали на официальных раскопках и нигде нет гидроизоляции ни на один метр в глубину не на 5 не на 10 метров но это вовсе не значит что наши предки не умели строить или не знали законов природы это значит лишь то что гидроизоляция была не нужна потому что смысл в гидроизоляции есть только в холодном климате вот наглядный пример того что бывает когда вода замерзает в камне своды потолка осыпаются кирпичом обратите внимание полуколонна к ней пристроена еще одна граница между кирпичом четко видна это поздняя переделка но вверху мы видим как полуколонна переходит в арку более того арка со стяжками но самое интересное здесь то что своды потолков которые держит эта арка начинается в старой стене вот уже где задумаешься что появилось раньше курица или яйцо окно рядом заложено теперь это рамка большой арочный проем из трапезной в основной объем также заложен то есть пока не было трапезной здесь был выход на улицу причем не дверь огромные ворота но заложен проем старинным способом с арочной дверью и закладными камнями для петель особо хочу обратить ваше внимание друзья на отверстие для балок перекрытия которые были выполнены при закладывании огромного арочного проема и если над дверью к этим отверстиям вопросов нет то вот к нижнему ряду возникает много вопросов например перекрытие ну считай пол сделаны по этим отверстиям перекрывает дверь более того петли находится с этой стороны и ниже отверстий для балок значит либо дверь не открывалась либо для нее в полу была яма фотография с другого ракурса проясняет ситуацию четко видно выбиты отверстия для бревен то есть полы переделывали на другой уровень а изначально их вообще не было и полы делались одновременно закладкой арочных ворот изнутри храм засыпан мелкими камнями кирпичной крошкой и штукатуркой внутри здания стены покрыты копотью и сажей но это слой сажи находится поверх штукатурки друзья напишите пожалуйста в комментариях как вы считаете это от свечей такой нагар или от пожара кирпичи крупноформатные размеры колеблются от 275 на 133 на 73 и до 260 на 120 на 70 и судя по всему формировались вручную если кто не знал то согласно официальным данным в 1833 году был принят единый стандарт на кирпичи их размер должен был быть 265 на 133 на 67 а здесь мы видим более крупные кирпичи размер которых соответствует 18 веку этому есть всего три объяснения первое никакого стандарта в 1833 году не принималось либо он всеми игнорировался второе для постройки церкви взяли бывшие в употреблении кирпич что уже само по себе противоречит официальной версии все лучшее для божьего дома третье это здание гораздо старше чем указано в официальных документах друзья уже обращал ваше внимание на современный вход с северной стороны и вот запада еще один современный вход если это конечно изначальный вход на который нужно подниматься чтобы войти в колокольню при этом в колокольне пол залит современным бетоном внутри этот пол выглядит вот так очевидно что в колокольне под полом есть пустое пространство точнее было сейчас скептики будут утверждать что здесь сразу предполагалась обратная засыпка поэтому вход и сделали на такой высоте прошли я уже много раз говорил и повторюсь снова ибо это важный показатель который многие игнорируют вот так выглядит стена в современной новостройке которую предполагается штукатурить швы не расшиты и не заглажены ибо незачем в некоторых местах изнутри этой церкви очень явно видны заглаженные швы то есть при постройке штукатурить не планировали а поэтому сразу сделали красиво друзья и напоследок вам вопрос для размышления двери какой массы висели здесь что для их установки потребовалось по три толстенных петли на каждую сторону да еще установленных в камень а на этом я с вами не прощаюсь впереди вас ждет самое интересное развязка и объяснение благодарю за то что досмотрели до конца всего вам доброго до скорых встреч